Словенного дня И ангел, знаете, ответил ему, иди с этой силой. И вот, знаете, я просто верю, что сейчас началось время выхода из наших тайных комнат, как вот этот выход из пандемии. Вот это внутреннее пробуждение, которому нас не просто готовил, а работал с нами Господь, чтобы мы были близки с Господом. И сейчас время выхода для того, чтобы делать дела Божьи и выходить с той силой, о которой мы так много читали, о которой мечтали, и в которые мы бы хотели войти, в те чудеса, исцеления и знамения. И вот при этом выходе Господь мне показал из книги 2-й, 2-й книга Царь 6-й главы, 6 шагов, 6 шагов, которые нам необходимо обязательно сделать для того, чтобы нам не попасть в ошибки, которые совершил царь Давид и Оза, который умер из-за того, что неправильно они переносили ковчег Божий. Поэтому при выходе всегда двигается ковчег Божий, а мы и есть, слава Божия, мы и есть этот ковчег Божий, мы и есть этот восстановленный третий храм, мы и есть это скиния Давидова. Так вот, шаг номер один, шаг номер один, ну прежде я хотел бы сказать о том, что 2-я Царь 6-я глава, 13-й стих говорит, что они делали 6 шагов после определенных вещей, когда сделали определенные выводы и устранили свои ошибки. То 13-й стих, он говорит о том, что они несли ковчег 6 шагов, а потом приносили жертву, 6 шагов и приносили жертву. Заметьте, 2-й Царь, 6-я глава, 6 шагов и жертва. И я говорю, 6 принципов, на которые нам нужно посмотреть для того, чтобы нам не попасть в проблемы и идти всегда с успехом и победами. Поэтому шаг номер один, это не повторить тех ошибок, которые сделал царь Давид со священниками и с народом Божьим. Значит, они переносили ковчег на колесницы, а вместо того, чтобы переносить его на плечах, как сказал Господь. Поэтому номер один, мы должны с вами уяснить, что слава Божья, присутствие Божье, оно не будет переноситься через каких-то посредников. Она хочет быть на тебе, поэтому в Деяниях 1 главе 8 стихе мы читаем, что вы примите силу, когда сойдет на вас, а не на колесницы, на валов, не на каких-то проповедников и других людей, а именно на вас сойдет слава Божья. Поэтому носите славу на своих плечах, на своих телах. Номер один. Номер два. Значит, всегда следите за собой, какие вы поклонники, а не следите за другими, следите за своими сердцами. Поэтому вот посмотрите, Оза, который умер, из-за чего он умер, потому что он увидел, что ковчег наклоняется. Если бы он по-настоящему поклонялся бы Господу, то он бы не увидел, как этот ковчег заваливается. И, коснувшись ковчегу, он умер. Почему? Потому что он не имел права дотрагиваться до этого ковчега. Но под шагом номер два я хочу вот о чем сказать. То есть не наблюдайте за другими, смотрите за собой, какое у вас сердце, как вы поклоняетесь Господу, вот в этой близости, как вы получаете удовлетворение друг от друга. Господь от тебя, а ты от него, поэтому не контролируй других. Что тебе до них? Сам иди за Господом. Номер три. Не все достойны будут коснуться этой славы. Потому что вот почему умер так же Оза, был убит Господом? Потому что за ковчега могли коснуться только священники, а он не был священнического рода. Но мы с вами царственное священство, мы с вами цари и священники. Поэтому для нас этот шаг, он как открывающий наши глаза на то, что мы должны приходить к Господу с правильными мотивами. Что то помазание, которое дает нам Господь, мы не призваны на нем делать свою карьеру, карьеру на помазание Божьем. А мы с искренним сердцем служим Господу, потому что мы любим Его. Потому что мы не служим ради того, для того, чтобы наше имя было поднято, а было поднято только имя Господа. И тогда, когда мы получаем от Господа помазание, то это помазание направлено только для того, чтобы отдать всю славу Господу, а не забрать ее себе. Аминь. Поэтому, смотрите, четвертый шаг. Когда Бог, а я просто верю, сейчас заваливаются старые формы, системы, старые образцы церкви. Поэтому не старайтесь, как коза, поддержать их для того, чтобы они простояли. Позвольте рухнуть всему старому, что было до пандемии. Потому что церковь начинает идти новым путем и живым. Поэтому нам нужно сделать, как бы сказать, перегруппировку для того, чтобы познать, как двигается Господь и начать двигаться по-новому такими путями, как написано про новое поколение Иисуса Навина. Церковь не ходила ни вчера, ни третьего дня. Пятый шаг. Это то, что когда Оза умер, Давид напугался, и они позволили Авидару Гефианину взять ковчег славы к себе домой. И он, Господь их за это, дом, семью Авидара Гефианина благословил, написано всем. Там в Библии написано, всем благословил. Поэтому драгоценное. В первую очередь, присутствие Божье, оно даже не в церкви. Хотя это непосредственно мы ходим для этого, в церковь, для того, чтобы получить силу. Но прежде всего Господь хочет, чтобы сила Божья и присутствие Божье, и близость Господа, она начиналась с нашего дома. И мы берем этот елей и приносим в церковь. Тогда, когда мы устали, мы берем это из церкви и приносим в наши дома. Но Бог прежде всего хочет благословить наши дома. И тогда, когда Давид увидел, что Авидар Гефианин благословлен, потому что именно вот я не только хочу о наших семьях, о домах сказать, но 1 Коринфянам 14 глава, у кого есть слово, у кого есть псалом, молитва, моление, один пророчествуй, другие молчите и рассуждайте потом, когда пророчество закончилось, то здесь как бы разговор идет о том, чтобы мы с вами переживали Господа так, как не можем пережить его на воскресных служениях, в семье и в малых группах, которые есть в церквях. И вот когда Авидар Гефианин увидел, что Бог благословил Авидара Гефианина всем, он взял этот ковчег и понес его домой. Поэтому вот шестой шаг, они внесли его так, шесть шагов и жертва, шесть шагов и жертва. Это как в псалмах написано, остановитесь и познайте, что я есть Господь, чтобы мы не уклонились, как уклонился царь Давид Иллиоза, налево либо направо, но через шесть шагов мы могли проверять, направлен ли пути, правильно ли мы идем. Драгоценные. Поэтому время выхода нас из тайных комнат. Идите с силою, которую прочитали в Библии, узнали от Господа. И исполните все эти шесть принципов, шесть шагов для того, чтобы остаться победителями, а не побежденными. Будьте благословенны. С любовью. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!